В прошлый раз мы обсуждали проблему статуса этических понятий, и немножко туманно к этому долгу подходили. Сейчас мы просто сделаем первоначальный вброс, повторение предыдущего семинара, буквально на 5 минут. Что мы получили для того, чтобы двигаться дальше? О чем хотели? О чем хотели сказать? Суть вопроса состоялась в том, что надо различать два вида понятий. Один вид понятий – это понятия, которые реальность описывает, которые являются изображением или фиксацией некоторых аспектов самой реальности. Такими понятиями являются категории или какие-нибудь другие общие понятия. Например, таких много понятий физики, биологии, ну и других дисциплинах, которые мы относим к естественным наукам. И в принципе эти понятия именно потому и называются такими описательными, или можно было бы сказать, что они называются феноменологическими, что они в каком-то отношении проверяются на опыте, они берутся из опыта, они являются в некотором отношении обобщением того, что мы видим в опыте. Есть другие понятия, например, понятия этические или понятия эстетические, которые невозможно утверждать, что они взяты из опыта. Например, понятие добра и зла – понятие как красиво и безобразно. И вот мы в прошлый раз пытались показать, почему это так, почему добро и зло – все-таки это понятие, которое мы не из опыта берем, не из опыта отношения с реальностью, а мы берем из опыта взаимоотношения людей. То есть мы, живя в неком социальном целом, мы переносим определенного рода категории, которые возникают в связи с взаимоотношением людей, на сам мир. Мы в этом мире точно так же усматриваем некоторые роды, как бы нам кажется, что усматриваем, некоторые роды аспекты, что в самом мире есть сущее благо, в самом мире есть сущее зло, в самом мире есть сущая красота, в самом мире есть сущее безобразие. Но на самом деле эти понятия, если при ближайшем рассмотрении, есть не что иное, как проекция некоторых наших чаяний. Мы как бы метафорическим образом из одной сферы, из сферы нашего опыта социального, мы переносим эти понятия в другие сферы, в сферу реальности, расширяя тем самым их применение. Но когда мы расширяем их применение, когда понятие добра и зла относится не только к взаимоотношению людей, а относится в принципе к оценке того, что представляет собой сущий, возникают тут разного рода проблемы, возникают разного рода парадоксы и прочее. И вот вся проблематика связана с тем, как относиться к этическим феноменам. Являются ли этические феномены собственно реальностью, или этические феномены это на самом деле не что иное, как некого рода истолкованные обычные феномены. То есть в реальности есть некие феномены, а этическая их оценка есть истолкование этих феноменов. Я бы не сказал, что переносим взаимоотношения социальные. Я думаю, что социальные это то же самое, а внешний мир. То есть видимо есть разница принципиальная, этика как внутреннее состояние каждого конкретного субъекта, его понимания. И есть внешний мир, в том числе и другие люди, как внешний мир, а не как система, из которой мы переносим понятия в реальный мир. Ну, тут факт состоит в том, что понятия мы же не придумываем. Понятия добра и зла, понятия красивого и безобразного мы не придумали. Мы находим их в некотором функционировании языка. Мы находим их либо во взаимоотношении с другими людьми, или с внешним миром, или они нам присущи изначально, эти понятия добра и зла. То есть ты хочешь сказать, что они являются априорными понятиями, в смысле Канта? Ну, можно и так сказать, да. Потому что даже если у тебя нет другого человека, это все равно добро и зло. Вот вопрос опять же, да. То есть ты можешь ли сказать добро или зло, не обращаясь к другому человеку, к другим людям, не общаясь с ними? Тут на самом деле проблема же еще о чем состоит. Что у нас есть некоторого рода представление об Абсолюте, о Боге, который по определению является благом. Фактически добром. То есть сущим добром. И если есть хотя бы одно сущее добро, а именно Бог, то мы вроде бы имеем право говорить о том, что и по отношению к другим сущим, уже конечным сущим, мы можем высказывать такого рода оценку, либо такого рода характеристику, является ли добром или злом. Ну, это опять же мы переносим. То есть у нас понятие Бога, понятие Абсолютного сущего, оно у нас независимо от того, есть ли у нас другие люди или нет. То есть оно у нас изначально. Можно, конечно, весь разговор свести к тому, что все понятия являются априорными, и в том числе понятия этики также являются априорными, и вообще этот разговор прекратить. Не в этом смысле. Не различая понятия. Просто если мы вводим этику как некие, скажем так, правила во взаимоотношения между людьми, и потом пытаемся ее, тем самым отделяем взаимоотношения между людьми от взаимоотношения с внешним миром, где людей нет, то, мне кажется, мы, получается, делим внешний мир на людей и на все остальное. Не, ну мы делим... Не, ну, может, все-таки есть... Соответственно, все остальное там не может быть добра или зла, потому что, в принципе, понятие добро и зло применено только к людям. Не, ну, правильно. Ну, как бы, если говорить более точно, можно сказать так, что мир делится на социальный мир, да, и на мир людей, и на природу. И на природу. Да, в природе, как бы, странно, как бы, в природе пытаться искать добро и зло. Ну, да. И, соответственно, и переносить понятие добра и зла. Да, и переносить понятие добра и зла, которые взяты из сферы социального в сферу природы. Ну, да. Ну, это нам сейчас кажется странным. Но, на самом деле, древние люди это спокойно делали, да, и многие современные люди это спокойно делали, христиане. А многие события, которые, как бы, не относятся к сфере социального, точно так же высказывают, являются добром или злом. Это связано с тем, что природа приписывается действию Бога. То есть если Бог создал мир, то все, что происходит в мире, в том числе и в природе, оно в некотором смысле есть проявление божественной силы, божественного проведения. И эти феномены природные оцениваются с точки зрения, как они влияют на конкретного человека. То есть человек уже, что называется, здесь рассматривает, то есть можно рассматривать природу как некую связь с Богом. То есть у нас получается, что есть одна сторона взаимоотношения между людьми, другая сторона взаимоотношения с Богом через проявление природных явлений. То есть природные явления как некая среда взаимодействия с Богом. Если Бог дал нам солнышко и дождик, чтобы росли плоды, то это хорошо. Значит, соответственно, Бог нас любит. А если Он прислал нам торнадо и наводнение, то значит Бог нас не любит и за что-то наказывает. Это сущие зло. Ну, как бы вообще говоря, со временем верующие склонны все добро, которое есть относить к Богу, которое называется там дьявол, сатанатом, мир и сего или прочее. Мы же не разделяем в взаимоотношениях с людьми, если мы общаемся с человеком, если он, грубо говоря, делает нам добро, мы говорим, что это вот добро. Мы же не говорим, что если он делает зло, то это делает дьявол. Почему, интересно, христиане опять же делят природные явления на то, что делает Бог и то, что делает дьявол. Непонятно, почему ты не можешь делать один человек. Потому что не может Бог, вид будущее, благом совершать зло. Проблема тебе не цель. Но мы же не можем, мы же не можем сказать, мы не можем оценивать Бога, мы не знаем Его помыслов, Его этих самых... Если Он нам прислал торнадо, это может быть, так сказать, наоборот, с его точки зрения это добро. Почему-то так, по каким-то причинам. Как бы с этого же я начинал, что понятия, которые мы используем, они делятся на два вида. По те понятия, которые относятся к реальности. Почему они относятся к реальности? Потому что они взяты из реальности, из опыта. Если они непосредственно из опыта, взяты из лечения, из опыта типа обобщения или абстрагирования, то взяты из опыта в том смысле, что мы в опыте придумываем такие понятия, которые нам позволяют этот опыт как-то фиксировать. Может быть, они не взяты не тем способом, что извлечены, как эмпирические понятия, а тем способом, что придуманы, но придуманы с целью указать на некие аспекты самого опыта, как категории. Это одни понятия. Эти понятия тесным образом связаны с опытом, их применимость в опыте не подлежит сомнению, потому что они являются опытными, или благодаря взаимодействию с опытом возникли. Здесь никаких проблем вообще нет. То есть, феномены, переведённые на некий язык. Есть самая реальность, как она есть, а есть некая расчленённая реальность, согласно понятиям, согласно некоторым развлечениям, которые мы уже непосредственно с расчленённым миром, который разбит на категории, на общие понятия, на всякие аспекты, мы только с ним уже имеем взаимодействие. Мы уже с ним оперируем, строим теории, пытаемся что-то объяснить, моделируем реальность, создаём технику. То есть, на самом деле, это взаимодействие с миром, как показывает практика, здесь не надо доказывать, что как-то исходя из каких-то теоретических построений. Практика доказывает, что вот это наше взаимодействие с миром, которое можно было бы назвать научным, которое можно было бы назвать реалистическим взаимодействием, опытным взаимодействием, оно оправдывает себя. Мы видим, что на самом деле техника работает, что социального рода, всякого рода института, и всё это работает. Иначе говоря, мы в каком-то отношении познаём реальность, и наши понятия соответствуют тому, какова реальность на самом деле. Соответствуют, пускай они там не стопроцентно, естественным образом, но хотя бы в том аспекте, что в этой реальности нам удаётся что-то с ней как-то взаимодействовать. Взаимодействовать, да? И взаимодействовать в том смысле, что мы можем реализовывать наши планы, что мы можем реализовывать наши идеи. Обладать прогностической способностью. И даже предсказывать что-то можем, да, на основании данных каких-то. Это как бы уже ещё одна новая сфера. Но в любом случае мы можем с нашу волю как бы, да, воплотить. Мы придумываем, у нас есть некого рода замысел, который опирается на этот схематизм, который мы получили из опыта. В этом схематизме мы этот замысел обрабатываем, да, воплощаем в реальность. И в реальности эта вещь работает. Работают телефоны, ездят машины, свет горит и прочее. То есть всё это вот, все вот эти вот вещи, они всё как бы когда-то были какими-то замыслами, да, в голове, идеями в голове их создателей. А потом они были воплощены в реальность. И здесь никакой проблемы реализации не возникает. Причём эти все эти замыслы, они были не злые и не добрые. Они были просто фиксацией реальности. Теперь проблема вторая. Если мы переходим в сферу этики, то опять же-то та же самая проблема, да, казалось бы, с точки зрения схемы. Что у нас есть какие-то идеалы этические, есть какие-то вроде законы этики, есть нормы там, заповеди, неважно что. И мы хотим на самом деле их исполнить. То есть фактически мы хотим их реализовать в мире. Точно так же, как в техническом отношении. У нас есть замысел какой-то машины, да. Мы эту машину сначала на чертеже придумали, а потом реализовали. Материали, метали, там, в каких-то там конструктивных вещах. Да, вот она, эта машина заработала. И это самое говорит о том, что мы вот свою идею реализовали. Вот точно так же теперь мы переносим вот эту вот логику, да, переносим в сферу этики. Вот в этике у нас есть какие-то законы этики, да, там, допустим, нормы этики какие-то есть. И мы хотим их реализовать. Каким образом мы это делаем? Их можно сделать только в том случае, если эти законы этики на самом деле прописаны в самом мире. Если в мире есть такая возможность, чтобы они могли быть реализованы. Например, Кант сомневался, что такая возможность есть, да. Он считал, что вот, что наша этика, да, наша воля, наша практическая сторона, она связана с нашей свободой, да. Но мир на самом деле, как бы, есть мир природы, мир необходимости. И для того, чтобы вот наш порядок свободы, который мы хотим реализовать, да, благодаря нашей воле, мог быть осуществлен в мире природы, то есть в мире необходимости, необходимо допустить, что существует такое высшее существо, Бог, который два этого мира каким-то образом согласовывает. То есть каким образом мир свободы может быть наложен на мир природы. И вот здесь определенного рода для Канта, и вообще говоря, даже и с логической учреждения, есть определенного рода проблема. Как свобода может в мире реализоваться? Как свобода может реализоваться в мире техники, нам понятно, да. Потому что мы изначально, сначала мир из мира, вот, изъяли все его содержание, да, в каком-то схематическом виде, в виде понятия, в виде всякого рода моделей и прочего. Вы с этими моделями поработали, да, придумали, как их можно модифицировать для того, чтобы они служили нам на благо, а потом обратно, как бы, по цепочке, как бы, это воплотили, эти модели, да. То есть мы не поменяли мир. Да, мы фактически не мир поменяли, да, мы просто приспособились к нему. Мы фактически нашли некоторый способ, допустим, как летать. Мы нашли некоторый способ, каким использовать электрическую энергию, которая и так уже была. Нам не нужно было здесь ничего придумывать. С этикой ведь не так. Ведь никакой этики в мире мы ведь не нашли. И мы ниоткуда, ни из каких теорий, ни какую реальность при этом не познавали, да, и никакие схемы не разрабатывали. Этика возникла в социальной среде, да, вот, это как некоторого рода описание взаимодействия людей. Но, тем не менее, мы теперь хотим произвести обратную процедуру, да. Ведь хотим не просто же, как бы, навязать эту этику и спроецировать её в общество, а ведь хотим её и спроецировать вообще в мир. Допустим, мы хотим какую-то этическую норму воплотить в реальности. Но реальность-то другая, её природа другая, по идее, чем природа нашей свободы, да. Мало ли чего, как бы, ведь эти... Мы когда-нибудь говорим об этике, мы же не говорим, о какой конкретной этике идёт речь. Вообще говоря, в принципе, может быть, этика самая разнообразная, да, как бы, много вариантов. То есть, нашу свободу можно реализовать в различного рода этике, да. Их может быть много видов. Крестьянская этика, там, юдейская этика, там, какая-нибудь... Этика какая-то, там, это типа фашизма, там, или ещё какая-то этика, да. Там, аристократическая этика, да. И вот каждая из этих этик, она может быть своей какой-то особенной. И вот, и каждая из них претендует на то, чтобы быть реализованной в мире. Но мир-то устроен по-другому, у него законы какие-то свои, другие. И мир, на самом деле, естественно, может сопротивляться этой реализации. Ну, просто, даже не потому, что мир агрессивен, а просто мир другой. Наша свобода и необходимость мира, она не обязательно должна согласовываться так вот. Какое-то внесето, что можно было бы называть гармонией. Ну, отсюда, видимо, и возникает идея Бога для того, чтобы согласовать. Да, у Канта именно так, что у Канта именно идея Бога и возникает. У него же теоретические философии, как бы, доказываются, что невозможно доказать о существовании Бога, да. А потом, как бы, в практической философии вдруг возникает необходимость предположить о существовании такого существа. Иначе невозможно, как? Невозможно никаким образом объяснить, каким образом наша свобода может быть реализована в мире. Ведь на самом деле это своего рода то, что свобода вообще может в мире реализоваться, это ведь чудо. Ещё раз говорю, в смысле техники это не чудо, это на самом деле просто иной эффект от познания. Познание сначала втягивает мир, потом его преобразует, потом обратно проектирует. Здесь может быть и присутствует удивление, но тем не менее сама логика этого движения подразумевает, что мы это можем сделать. Мы можем воплотить некоторые роды идеи наши, которые соответствуют изначальной концепции, изначальному схематизму мира. А когда мы говорим об этике, ведь этика она как бы изнутри из нас выисходит. Мы изнутри предлагаем миру быть иным. Нам не нравится что-то в мире, и мы говорим, что мир должен быть другим. Почему он должен быть другим? Почему мир-то с этим должен согласиться? Но вот это наложение этики на мир, допустим, такие категории, как добро и зло, не только этика здесь проблема, проблема также эстетическая, красота и безобразие. Мы тоже её накладываем на мир. Мы оперируем категориями, которых нет в мире. Да, их в мире нет, и они не из мира взяты. То есть они взяты из мира в широком смысле слова, они взяты из мира социального. Но тут можно как бы немножко углубиться в историю и вспомнить, на самом деле, что в своё время люди мыслили мир, исходя из мифов. А если посмотреть структуру всякого мифа, то можно выделить то, что всякие мифы – это есть не что иное, как попытка спроектировать в мир структуру родовых отношений. То есть человек, то, что для него было ближайшим и понятным, а именно родовые отношения, проектировал в мир. И для него стихии мира, во-первых, выражались тоже некоторыми персонами, которые взаимодействовали с друг другом на основе некого родства. Кто-то кого-то породил, кто-то кому-то брат сват, кто-то с кем-то женится и рождает другое существо, которое тоже с кем-то заключает брак и рождает третий и так далее. То есть всё было полно вот этих живых существ. Почему? Ну потому что человек родовой, человек мыслил мир, исходя изначально того, что ему было понятно. То есть он попытался понять мир, как что-то для него непонятное, мир, который, я имею в виду, природу сейчас. Он пытался природу понять, исходя из того, что ему понятно. А понятно, ему было родовые отношения, которые выражались, которые и были для него ближайшим социальным. Вот он это социальное переносил на мир, и весь мир представлял собой тоже своего рода некого рода род, который... Некое одушевлённое существо. Даже лучше сказать, что именно род. Ну, род, конечно, одушевлённое существо в смысле эгрегора, но имеется в виду род, в котором отдельные существа как-то с друг другом взаимодействуют. Так вот, точно так же, на самом деле, когда всё-таки вот такое, по нашим понятиям, простое и примитивное перенесение родовых отношений на объяснение природы себя исчерпало, свои возможности, да, вот возникло другое перенесение. А именно, когда перенесли законы, которые существовали, ну, например, законы этические, которые существовали очень среди людей, перенесли на законы и начали говорить о законах мира, да, то есть о законах природы. То есть, опять же, закон возник, вообще говоря, понятие закона, оно берётся из норм морали, из норм юридического права, да, и переносится опять точно так же на природу, да. То есть, опять же, та же самая логика, то, что нам понятно в социальной жизни, мы переносим на то, что нам непонятно, а и непонятно нам, как устроена природа. И третий этап, когда на самом деле, кстати, перенесение закона оказалось благотворным, мы до сих пор говорим о законах природы, а вот третий этап, да, который необходимо понимать, что вот их были просто понятия некоторые, да, вот понятие добра и зла, понятие красиво и безобразно, вот есть ряд понятий, которые образованы в специфической сфере, да, в сфере социальной реальности. И мы берём эти понятия и переносим, как бы, на природу, и в самой природе усматриваем безобразное и красивое, в самой природе усматриваем как некие сущие, да, сущее добро, сущее зло, и всё в природе разделяется на красивое и безобразное, на сущее добро, там, которое связано с благом, а именно с Богом, да, и на зло. А зло связано, там, либо связано с дьяволом, там, сатаной, либо зло объясняется, как там, неоплатонизм, как недостаток блага, да, как удаление от изначального блага, как в центре, в смысле, центре периферии, в центре, как бы, блага, как бы, по мере удаления периферии, это благо уменьшается, да, как концентрация, как бы, уменьшается, и вот уменьшение этой концентрации, как бы, возрастает, как бы, зло периферии. Но зло не является сущим, оно скорее является недостатком блага. Так вот, собственно, проблема состоит в том, теперь после того, как мы некоторые введения сделали, проблема состоит в том, как можно реализовать этик. Ведь этика базируется на понятиях добра и зла. На том, как понимается добро и зло, также основано понимание того, что есть этика. Если мы говорим, что добро и зло не являются феноменологическими понятиями, то есть понятиями, которые саму реальность описывают, если мы говорим о том, что эти понятия являются только перенесены из сферы социального в сферу природы, и на самом деле в сфере природы они не находят никакого подтверждения, и мы не должны говорить о неком сущем добре или сущем зле, то тогда как мы можем реализовать этику, если добро и зло только всегда понятия социальной жизни, только социальные явления. Конечно, мы можем сказать, что этика распространяется только на социальные явления. Но это... Но просто наша жизнь взаимосвязана. Пытаясь как бы в социальной жизни реализовать этику, мы тем не менее пока постоянно будем сталкиваться с тем, что нам мешает вот эта вот природа, потому что она будет везде возникать. А нам... Ну, мир так устроен, что нельзя... Вот невозможно его взять вот так социальные от природы вот так отрезать, да, как бы, и говорить о том, что вот мы можем полностью остаться в рамках социального и использовать пандитобразы только в рамках социального. Так не получится. То есть, социально мы тоже общаемся посредством мира. Мир непосредственно участвует в социальные отношения. Ну, социально, во-первых, мир вставлено, правильно? Оно встроено в мир социально. Да. Общество, как бы государство и прочее все, оно все это имеет некоторую роду основу, основу, которая базируется на природе, на законах природы и прочее. И поэтому, когда мы говорим, что в мире социальном проявляются некоторого рода закономерности, то эти закономерности берут свое основание в мире природы. То есть, природа продиктует миру социального определенного рода направленность, да, как-то, вообще говоря, указывает, что возможно, да, осуществить в мире социально. И поэтому социальное всегда подчиняется этому, да, подчиняется этим возможностям. И в социальном поле можно реализовать только то, что, в принципе, можно реализовать в природе. Ну, об этом говорят так, что есть некоторого рода примат, допустим, экономической сферы над сферой, там, духовной, да, что на самом деле все базируется на некоторого рода вот изначальной основе. И эта основа, на самом деле, является вот эта наша природность, да, вот, так что природа является основой всего. И социальное в том числе базируется, так, если по цепочке спуститься вниз на природе. И поэтому, когда мы говорим о том, что добро и зло должно реализоваться только в социальном, мы все равно будем сталкиваться с тем, что вот и в социальном поле будут возникать проблемы несопоставимости понятий наших, да, о добре и зле, и природы. Поскольку добро и зло взято только из социальной сферы, то вот каждый раз, когда мы будем пытаться эти понятия, когда мы будем пытаться наши идеалы реализовать, а ведь наши идеалы основаны на понимании добра и зла, будут возникать вот разногласия, да, Это конфликт с тем, как мы это реализуем. То есть мы будем пытаться реализовать нашу этику, но мы каждый раз будем вступать в конфликт с миром. Я имею в виду миром широком смысле, куда и включено и социальное. То есть мы каждый раз будем сталкиваться с этим. И в этом, в принципе, проблема, можно в этом усмотреть, одну из проблем христианства, скажем так, как один из видов реализации этики. Потому что христианство точно так же пытается реализовать некоторый свой этический идеал, некоторое свое понимание того, что такое добро и зло, но тем не менее сталкивается постоянно с сопротивлением мира. То есть мира в широком смысле, куда включено и социальное, и природа. Постоянно возникает необходимость входить с этим миром в компромисс. А что значит входить с этим миром в компромисс? Это означает предавать эти идеалы. Мы уже вели об этом беседу про христианство. Фактически, когда, ну еще даже на ранней стадии развития христианства, возник разговор о делах и о вере. И что получалось так, что они считали, что дружба с миром есть вражда против Бога. Было такое бескомпромиссное христианство. Это апостол Иоанн, апостол Яков, отчасти апостол Петр. Они как бы стояли на стороне того, что нельзя поддаваться миру. Потому что мир находится в озлении, мир находится под водительством князя тьмы. Нельзя как бы этому миру подчиняться. Надо всячески с ним бороться. И ориентиром для этой борьбы должен являться Бог. Да, вот именно Бог. Надо уповать на Бога, потому что в этой борьбе сам человек ничего не может сделать, естественно. Но для Бога все возможно. Для людей это невозможно, но для Бога все возможно. Это для всесилен. Бог всесилен, да, и как бы Бог может все сделать. И человек, который верит, да, что он хотя бы с горчичной зерно скажет, вот этой горе передвинься, и она сбросил это в море, да, и она сбросится. То есть, как бы, на самом деле, все это основано только на том, что существует Бог, да, и что если даже человек ничего сделать не может, то, уповая на Бога, можно все осуществить. И вот это бескомпромиссное христианство, оно жило такой надеждой, да, и как бы в это верило, но в итоге столкнулось с той трудностью, что вот не удается ей осуществить свои чаяния, да, свои идеалы, не совсем удавалось осуществить. И поэтому возникло второе христианство, да, то есть, точнее, второе движение внутри христианства компромиссное, которое считало, что на самом деле надо с миром как-то дружить. То есть, христиане хотят, на самом деле, сохраниться, вообще говоря, и выжить, да, если они не хотят просто исчезнуть с лица земли, да, то они должны как бы в этом мире приспособиться. И тогда возникает вот все, что связано с Павлом, да, с его оппортунизмом, когда Павел говорит о том, что надо там, что не просто так поставлен начальник, да, что если кто в каком звании призван, там... Начинает оправдывать мир. Да, начинает оправдывать мир, социальные отделения там на рабов и господ, что и в ком призван, в том, и оставайся, призваны ли рабом, оставайся рабом, призваны ли господином, оставайся господиином, и прочее, прочее, прочее. То есть, когда всё мироустроение каким-то образом оправдывается, оправдывается оно именно в том смысле, в каком мы говорим, что этическая установка бескомпромиссная, она показала, что ей не удается осуществить свою чайни. И тогда, на самом деле, вступает в дело компромисс. Компромисс состоящий в том, что раз не удается что-то сделать, значит, надо поправить нашу этику, значит, надо что-то в ней изменить, чтобы в этом мире мощь вообще существовать. Потому что интуитивно мы все понимаем, на самом деле, что мы мир изменить не можем. Мы можем только себя изменить. Нам что-то в мире не устраивает. Мы пытаемся сделать его лучше. Но на самом деле, на этом пути мы не можем мир-то изменить, реально, как правило. Мы можем просто, на самом деле, изменить своё мнение. Мы можем сами измениться. И вот точно так же и христианство. На пути бескомпромиссной борьбы с миром, на пути вражды с миром ради Бога, они дошли до того, что поняли, что в этой установке есть что-то неправильное. И надо, возможно, немного поправить свою установку, немножко изменить своё мнение о мире. И вот благодаря этому изменению, оппортунизму Павла, собственно, церковь-то и сохранилась до сегодняшнего дня. Иначе бы она просто была бы смятена реальностью, и всё. Но проблема, тем не менее, осталась. И вот мы её и обсуждаем. А проблема осталась теперь для нас. Не знаю, для нас она состоит в следующем. Если мы всё-таки считаем, что небеса молчат, да, как бы, что Бог сокрылся в своём неоткровении, да, и если мы всё-таки не можем полагаться на высшее существо, да, и считать, на самом деле, что вот мы можем любую этику воплотить, как бы, да, как бы, почему? Потому что вот у нас есть некая надежда на высшее существо, для которого всё возможно. Если мы всё-таки, как бы, будем реалистами, то мы понимаем, на самом деле, что, возможно, как бы, если даже это высшее существо есть, то, возможно, что ему никакого дела нет до того, на самом деле, как мы живём, да. Что мы на него... Для него вот такая же часть мира, как, там, кошки, собаки, ветер и деревья. Возможно, да, что мы не центр вселенной, да, на самом деле, что по всяким родам пустякам, как бы, по каким-то там заботам отдельных людей, ну, не будет Господь, как бы, да, и это сожиздитель этого мира, как бы, вот, заниматься всякого рода ерундой, да, как бы, есть проблемы, которыми мы должны сами справляться. И вот если... Для этого и есть, да, нам дана свобода. Да, для этого нам и дана свобода, да, и вообще говоря, мы созданы по образу и подобию Божьему, и должны сами быть активными. Тут ещё, кстати, проблема активности есть. Дело в том, что люди, которые вот уповают на Бога, да, которые считают, как бы, что вот все проблемы можно решить только верой в Бога, да, что они как раз доходят до вот такого странного состояния пассивности, да, что делать ничего не надо, надо только молиться. Причём логически доходит. И вот то, что монашество занимается только молитвой, да, и это является основной его функцией, молитва, это не какая-нибудь там упрощичество, да, на самом деле это просто логический вывод из того, что Бог всемогуч, а человек, как бы, ну что он может сделать, да, человек ничего сделать не может. И всё, что самое большое, и всё, что от него требуется, это просто молиться, да, чтобы Бог изменил этот мир. Потому что для Бога это ничего не стоит, в мгновение ока изменить этот мир. В каком-то смысле надежда на чудо. То есть фактически отрицание свободы человека, в этом смысле. Не отрицание, а недооценка, да, как бы, человек считает, что можно быть просто пассивным, и передать всю свою волю, верить всю свою волю воле Божией, так сказать, что, ну вот, моя воля, в лучшем случае, как бы, она окажется тщетной, а в худшем случае она вот воле Божией навредит, да, она будет препятствовать осуществлению этой воли Божией, потому что это вот гордыня, там, да, вот, человеческого, всякого рода человеческие страсти и прочее. То есть надо вериться полностью в волю Божию, и вообще ничего не делать, пускай воля Божия осуществляет в этом мире всё остальное. Тут, кстати, интересно, все эти вот гордыни, там, и так далее, числа, это может быть в некотором смысле проявление свободы человека, ну, это отступление небольшое, что это никакая не гордыня, оно просто одно из качеств, одно из свойств свободы человека, проявление. И когда мы говорим об активизме, да, когда мы говорим об активности, оно, в частности, подразумевает, что вот нельзя вот так сидеть ждать, что вот одна… сиди и жди, как вы раньше говорили, когда придумают вожди, да, вот нельзя ждать, когда вожди там придумают, нельзя ждать, когда Бог вдруг там что-то сделает. Надо взять всё как бы в свои руки. Мы по образу Божьей и подобию сделаем, и мы точно так же являемся творцами. Самому творить, да, самому быть активным. Если мы все-таки тогда сами активны, если мы не очень полагаемся на волю Божью, на то, что нам Бог поможет, то тогда возникает другая этика, да, вот этика не пассивная, а этика активная. Этика, вот как я ее называю, там, этика личного убеждения. Когда мы свое личное убеждение пытаемся воплотить, да, вот, пытаемся реализовать. И возникает тогда проблема, каким образом можно ее воплотить. То есть, опять та самая проблема воплощения идеалов. Еще раз говорю, что здесь для того, чтобы эту проблему понять, надо сравнить с техникой. В техническом отношении мы все-таки можем что-то воплотить, и этому ничто не мешает, поскольку изначально, как бы, наша наука, на которой живется техника, она взята из опыта, а этика, она не взята и не из какого-то опыта. То есть, когда я пытаюсь воплотить некого рода этический идеал, я на самом деле пытаюсь воплотить в мире то, что этот мир не приемлем, быть может, да, что вообще этого миру совершенно не может быть реализован. И проблема тут еще состоит в следующем. Собственно, проблема уже этическая, да. Допустим, у меня вот есть некий этический идеал, я пытаюсь его воплотить. Но мир его не приемлем, мир сопротивляется, поскольку в мире просто нет таких аспектов, да, которые я помог реализовать. Как мне быть? То есть, один способ быть, на самом деле, оставаться при своих идеалах, во что бы то ни стало, пока там мир тебя не сметет, да, допустим. Ну, мир, рано или поздно, как бы этот идеал достигнет какого-то своего апогея, там, допустим, и я буду сметен просто, да, как бы уничтожен. Либо ты, либо мир. Ну, как, мир, еще раз говорю, мы не можем мир изменить. Мы все-таки базируемся сейчас на реализме, да, что мы мир изменить вот так вот не можем, да. Ну, можем, конечно, мы можем, конечно, сумасшествовать. Ну, получается, если твои идеалы соответствуют каким-то законам в мире, то ты будешь жить. Если не соответствуют, то, соответственно, ты... Ну, вот из того, что мы анализировали понятие добра и зла, следует, что идеалы изначально не соответствуют миру, потому что они не из мира взяты. Ну, я бы сказал так, что не то, чтобы они не из мира, просто наши идеалы, они непонятно, каким образом их интерпретировать законами мира. Может быть, в мире-то и есть, только непонятно соответствие. Вот наши, наши понятия, добра и зла, и понятия, какие-то понятия, которые существуют в мире, просто нет интерпретации. То есть мы, грубо говоря, видим свет, то есть мы его называем там белый, красный и так далее. То есть мы находим какую-то интерпретацию. Или там законы физики какие-то в мире есть, мы просто их находим, формулируем их на языке формул, на языке законов, каких-то формулируем, то есть языком. Может быть, в мире есть какие-то понятия там добра и зла, просто мы не можем их сформулировать на языке, который был бы нам понятен. Не, ну это тогда другая логика была. Тогда, если бы рассуждать, как ты, тогда понятия добра и зла входили бы в ту же серию феноменологических понятий. На них точно так же можно было бы их, если они есть в реальности, изъять их из реальности, в виде некоторого рода схемы, построить на основании этой схемы теорию и воплотить. Тогда никакой проблемы бы не было. Мы не можем их взять оттуда, потому что у нас, мы не можем описать, у нас нет языка, который бы мог описать. Еще раз говорю, там-то состоит проблема на самом деле, что наука на самом деле сейчас проникает и проникла во все сферы. И нельзя так говорить, что она не может чего-то сделать. Все, что может сделать, она уже сделала. Ну почему, если мы возьмем животный мир, то взаимоотношения между животными, они вот, если посмотреть, они очень, очень многие похожи на взаимоотношения между людьми. Там тоже животные друг друга каким-то образом соотносятся друг с другом, помогают, не знаю, друг другу, ухаживают, там, за детьми за своими ухаживают, там, и какие-то взаимоотношения у них есть между собой. То есть это тоже какой-то язык и этики у них есть в мире, свой. Вопрос только в том, насколько он соотносится с нашей этикой. Есть ли какая-то связь, может быть, просто мы еще не вытащили оттуда. Ну, как бы, я же еще раз говорю, я же с этого начну... Это опять же между животными. Нет, еще раз, я же с этого начну с того, что понятие добра и зла взято и социально. Взаимодействие животных – это то же самое социально, то и животное. Но проблема состоит в том, на самом деле, что, будучи взятыми из социального, они должны быть перенесены как бы на всю реальность. Не только на социальную, а на всю реальность. И мы должны действовать, исходя уже не только из того, как в социальном функционируют эти категории, но исходя из того, как я лично должен себя вести в мире. Я лично себя веду в мире не только в мире социальном, но я лично себя веду и просто в мире. То есть, получается, социальные взаимоотношения – это взаимоотношения напрямую, субъект-субъект. Так мы еще, получается, здесь привлекаем мир в качестве феномена мира, в качестве некого опосредственного звена между субъектом и субъектом. То есть, тот же ураган, он же в некотором смысле плохой или хороший либо для субъекта ураган, либо для субъекта ураган-субъект. Например, ураган, он является ли добром и злом? Он подчиняет какого-то рода вред. Он не является недобром и злом, но можно было бы исходить из некого рода архаического мышления и считать, что все, что нам приносит вред – это зло, а все, что нам приносит добро – это добро. Все, что нам приносит пользу – это добро. Это такое было бы архаическое мышление. Но когда мы все-таки исследуем этот вопрос, мы пытались в прошлый раз это сделать, то возникает на самом деле сомнение, что добро и зло являются вот такими аспектами реальности. То есть, что добро и зло – это наш способ оценки реальности. То есть, у нас способ истолкования реальности, а не сама реальность. Допустим, категория количества, например. Количество, или категория качества, количество в самой реальности есть. Не мы их привносим, количество в мир, а количество оно изначально есть. Уже есть некоторые роды длинные, уже есть некоторые роды величины и прочее. Все есть в самой реальности. Точно так же и качество. Качество твердости, качество определенного рода пластичного материала, определенного свойства материала – все это есть в самом мире. Не мы их привносим в мир. Хотя, конечно, они связаны с тем, как мы с ними взаимодействуем. То есть, для нас это твердое, для других, может быть, каких-то существ, которые в другой плоскости живут. То, что для нас твердое, для них не будет твердым. Но это уже другой разговор. Но, тем не менее, все равно, когда упоминаем о качестве и количестве, то это аспекты самой реальности. А когда мы говорим «добро и зло», вот «добро и зло» – это аспекты самой реальности? Или это то, что мы, исходя из некоторой родной интерпретации, приносим мир? Мы говорим, что вот ураган нам вредит, значит, это зло. Ну, получается, что «добро и зло» – это врожденные понятия наши, внутренние. То есть, их в мире нет, они рожденные. Соответственно, мы их каким-то образом… Чего сразу врожденные? Ну, придумали мы их. Ну, придумали. Из социального опыта. Как мы можем их придумать? Из социального опыта. Мы, когда люди взаимодействуют друг с другом. Ну, если социальный опыт, значит, это из внешнего мира. То есть, как, что значит? Ещё раз говорю, что мы, конечно же, естественно, это вот. Есть мир в большом понимании, который включает в себя, в том числе и социальный мир. А есть мир в маленьком понимании, а именно природа. Нам же важно понять, что… Сейчас у нас понятие этики возникает из этого маленького мира, только из социального. Правильно. Но социальный мир детерминирован миром природы. Вот что проблема-то. Проблема состоит в том, что социальный мир покоится на мире природе. Почему социальный мир таков, а не иной? Конечно, потому что у него есть внутренние некоторые закономерности. Но и с другой стороны, потому что он живёт внутри природы. Потому что природа такова, какова она есть. И если социальный мир хочет в этой природе приспособиться, то он должен считаться с теми законами, которые в природе существуют. И поэтому в каком-то отношении социальность, на самом деле, детерминирована. Не полностью детерминирована, конечно. Но во многом детерминирована природа. И поэтому, когда мы говорим о том, что в социальном есть понятие добра и зла, то их воплощение, оно также встречает препятствия, состоящие в том, что вот эта вот детерминизация со стороны природы, она ощущается. То есть мы не можем воплотить идеалы наши именно потому, на самом деле, что вот присутствует, на самом деле, ещё природа. Если бы сначала только мир социальный, и социальный мир был полностью свободный, да, и ничем не детерминированный, наверное, в мире социальности можно было бы, вот, было бы довольствоваться таким идеальным состоянием, идеальным положением дел, когда... Это и есть рай. Когда бы мы, на самом деле, свои идеалы воплощали только бы в социальном, а социальная это была сфера свободы полностью, да, и мы бы, на самом деле, могли бы добиться, в общем-то, в итоге какого-то там гармонии, да, взаимодействия людей. Могли бы. Но ведь это не так, ведь это даже не так на базе даже одного конкретного человека. Вот у тебя есть тело, как бы, да, у тела какого-то из потребностей, там, есть какие-то, да, есть какой-то сбой, там, допустим, болезни, там, какие-то, да, есть какие-то вроде свойства, вот, тело твёрдое, не может оно, допустим, выдержать, нагрузки какой-то определённые, не может оно, там, прыгнуть, там, с 20 метров, там, и не разбиться и прочее. Много чего оно не может, у него есть какие-то ограничения. Ну, получается, что вот это вот добро и зло, оно возникает из нашего взаимодействия с внешним миром, в том числе. Нет, из нашего взаимодействия социального. В общем, социального, и с тем же миром. Ты же, если, грубо говоря, на тебя падает кирпич, ты считаешь, что это плохо, не, 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 в смысле, что это зло, не то, что это тебе принесло вред или пользу, а ты сразу интерпретируешь её в рамках плохо, добра или зла. Или не интерпретируешь. Я же ещё раз... Если бы не было другого человека, то ты бы интерпретировал его в рамках польза-вред, а поскольку есть другой человек, то добро или зло? Ещё раз, я же ещё раз... Мы сейчас как всё в одну кущу свалим. Вопрос следующего состоит. Вот есть понятие добро и зло. Естественно, как бы многие эти понятия используют, как ты говоришь. Они не рефлектируют в саму ситуацию. Эти понятия рассматривают, как будто в самом мире действительно кирпич злой, потому что он на ногу упал. Как будто сам кирпич злой, понимаешь? Или тот, кто стоит за этим кирпичом, какой-нибудь дьявол, бес, неважно кто там. Какая-то там воля, воля, мира, неважно, как её называть. Это одна позиция. Позиция такая, как я её назвал, наивная или архаическая позиция. Но мы теперь смотрим на эту позицию с точки зрения науки. Понимаешь? С точки зрения науки как бы... Понятно, что она упала от нет этики. Понятно, что с точки зрения науки как-то, что у меня свалился кирпич. Это никак. Так если мы каждый раз вот так вот... Но с точки зрения человека, которое такое влияние на него оказало, он же оценивает. Не кирпич оценивает плохо или плохо, а человек оценивает влияние. Мы же не говорим об обычном сознании, которое ничего не хочет понимать. Так я и говорю. Я как раз вот и хочу сказать, что когда на тебя падает кирпич, ты это взаимоотношение с миром, ты его оцифровываешь, ну или превращаешь, превращаешь в понятие. В данном случае в понятие добра или зла по отношению к миру. То есть это твоё внутреннее, внутри тебя сидит понятие добра или зла. То есть если бы не было других людей, вообще на небедаемом острове изначально человек появился, как Адам и Ева. Они же не знали добро и зло. Откуда оно появилось? Съело? Ты можешь придумать любое понятие. Понимаешь? И любое понятие видеть в мире. Ты можешь придумать понятие, я не знаю, там, какой-нибудь это... Мушараги? Да, Мушараку какую-нибудь придумать. И видеть во всём Мухаршараку, понимаешь? Это из этого не будет следовать, что Мушарака везде есть. Ты считаешь, как какой-нибудь человек верующий, у него есть понятие ангелы и демоны, и он везде видит происки ангелов и демонов. Из этого не следует, что ангелы и демоны существуют. Вопрос же состоит не в том, как мы понятие применяем. Вопрос состоит в том, что правомерно это или неправомерно. Правомерно-неправомерно не в смысле юридическом, а в смысле фактической реализации. То есть мы хотим на самом деле быть... Ну, хотим... Что такое, как закон сообщественности? Как закон сообщественности, она переходит в мире природе в понятие истинности. Мы хотим быть в мире истинными. То есть мы хотим то, что является честностью в социальном мире, перенести в... Знать истинное положение дел в мире и природе. Мы не можем говорить об ангелах и демонах. Мы понимаем, что на самом деле это... Воззрение на мир, да, как бы, оно спроектировано из некой другой сферы. Это некое архаическое представление о мире, да, что мир представляет собой самокупность некоторого рода живых душ, да, а не такой анемизм, да. Что это на самом деле является только интерпретацией феноменов, а не самими феноменами. Мы должны как бы миру расколдовать. Мы должны из мира убрать вот эти лишние интерпретации, да, что то, что является вторичным. Увидеть мир так, как он есть непосредственно. Пытаться прорваться в некой первичной реальности, вот как феноменологи учат, да. Убрать вот все интерпретации, убрать вот все вроде исколкования мира и увидеть мир, как он есть. Вот если мы это делаем на сайте, то мы понимаем, что вот эти понятия, в том числе этические, они не из мира взяты, не из природы. То есть они, конечно, взяты из мира, да, из мира социального, но не из природы. И мы не можем их на природу вот так легко перенести. Взять из мира социального, у нас есть добро и зло. И мы понимаем, что это такое. Мы переносим их на природу и говорим, что в природе также действует добро и зло. А чтобы оно действовало, мы иногда придумываем каких-то демонов, ангелов и прочее. Ну и прежде всего, все это базируется, естественно, на понятии Бога, который является сущим благом. Вот Бог сущие блага, и все остальное, вся остальная природа, она все точно так же разделяется на то, что относится к порядку добра и к порядку зла. Ангелы – это сторона Бога, и бесы – это сторона зла. То есть мы практически оживляем мир, делаем его социальным. Это и есть мифотворчество. А теперь мы говорим о том, переносимся в современные реалии, и мы пытаемся понять, можем ли мы избавиться от этого архаического мышления, но тем не менее остаться этическим. То есть можем ли мы претендовать на реализацию некоторого рода этики без всей вот этой мифологического истолкования мира? То есть можем ли мы, не перенося на сам мир понятие добра и зла, тем не менее желать, чтобы мир был какой-то лучше, был каким-то другим? Вот о чём разговор-то идёт. Прежде всего, это касается того, что, естественно, мы понимаем, что мы не имеем права от природы требовать некоторого рода исполнения этических норм. Мы понимаем, что добро и зло как бы не относятся… Эти понятия нельзя распространять на природу, что в природе нет никакого добра и зла. Что в природе есть в лучшем случае вред и польза для нас, да, но не добро и зло. Что добро и зло, как говорит Ницше, это только истолкование, то есть истолкование реальности. То есть нет никаких, как говорит Ницше, правильно такое-то сказать, нет никаких моральных феноменов, есть только моральное истолкование феноменов, да. Но, тем не менее, мы хотим сохранить этику, да, и мы хотим попытаться понять, каким образом этику можно реализовать. Но возникает опять же та же самая проблема, что раз этика базируется на понятии добра и зла, а понятие добро и зло взято не из опыта, или, скажем, оно взято из одного опыта, опыта социального, а мы должны его перенести на более широкий опыт, который включает в себя также и природа. Можем ли мы рассчитывать на то, что он воплотится? А где основания-то этому? Я говорю, для Канта потребовалось обязательно предположение о существовании Бога. А вообще говоря, если мы не можем на Бога полагаться, на что нам надеяться? Вот в чём проблема. И тогда проблема возникает следующая, что мы тогда пределы всеобщей этики покидаем, потому что мы не можем сказать, может ли какая-то всеобщая этика воплотиться. Но мы, по крайней мере, хотим, чтобы воплотилась какая-то моя ли этика, личное убеждение. У меня есть какое-то убеждение, что я хочу, на самом деле, в этом мире, то, что можно было бы сказать, несколько выспринно, нести свет, воплотить некие свои идеалы. На что я могу надеяться? Вот у меня есть набор каких-то принципов нравственности, которые, я считаю, должны во что бы то ни стало в мире осуществлять. Но я понимаю прекрасно, что мир может быть по-другому устроен, и эти правила могут в мире не найти места. Как мне поступать? Если я, когда возникнет какая-то трудность в реализации какого-то принципа в мире, да, вот в этом широком смысле, куда включены социальные, природа, если я в этом мире встречу сопротивление, как я должен поступить? Если бы речь шла о технике, если бы я пытался какой-нибудь принцип воплотить, допустим, принцип внутреннего сгорания, да, и пытался бы сделать двигатель, у меня что-то не получалось, я бы мог поменять материалы, мог поменять, там, увеличить камеру сгорания, там, мог какие-то что-то еще придумать, нагнетатель или это, воздух под давлением, что-то я мог бы придумать. И никто бы не сказал, что я предаю изначальную идею, да, вот некий замысел, да, двигателя внутреннего сгорания. А просто бы люди считали, что это, ну, некоторый естественный способ приспособления к реальности, да, реальность такова, какова она есть, а мои идеи, они могут не согласоваться с ней, да, и я должен приспосабливать свои, как бы, идеи к тому, что, вообще говоря, возможно. Ну, просто вот тот двигатель, который я думал создать, он невозможен, а, возможно, другой, да, с некоторым родом модификациями, которые необходимо внести. Ну, когда я в этике то же самое себе ставлю, такую же проблему, я хочу реализовать этику, я хочу делать в мире добро, и точно так же сталкиваюсь с проблемой какой-то, не могу что-то реализовать. Что я должен сделать? Изменить свою этику? Ну, это же сразу означает предательство, понимаешь, вот, в мире техники это не называлось предательством, приспособиться. А здесь это называется приспособленчество, это называется релинегатством, называется, оппортунизмом, называется, там, много очень всяких слов придумано. Почему-то здесь я должен как кремень стоять. То есть, например, я сделал своим этим принципом этики какое-нибудь правило, допустим, там, что-то там не делать, да, и во что бы то ни стало, должен его осуществлять. Допустим, я сделал своим это правило, не убивать, да, и в любом случае никогда не должен убивать. Ну, хорошо, как бы, я могу этот принцип исполнять во что бы то ни стало, но может быть какой-то пограничный случай, когда, например, ребенка убивают, да, и мне не остается ничего не другого, как бы, когда я защищаю этого ребенка, как убить, да, нападающего. То есть, что же я должен делать это? Должен не убивать, что ли? Вот проблема-то в этом состоит. Проблема состоит, что могут возникнуть такие случаи пограничные, когда мой принцип, которого я держусь во что бы то ни стало, потому что я считаю, что он, типа, нравственный принцип, да, я его должен нарушить. Но ведь нарушая этот принцип, да, я осуществляю, может быть, сущее добро, то есть реально помогая кому-то, я, тем не менее, нарушаю этику, то есть нарушаю закон некоторого рода, нарушая, да, я как бы предаю ее, я становлюсь там предателем. Вот в чем проблема. Проблема состоит в том, как оставаясь этическим, тем не менее, или какая, скажем так, какая должна быть этика, да, для того, чтобы она могла реализоваться в мире реально, эффективно. Продолжение следует...